Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Соединенные Штаты заинтересованы в ужесточении контроля над предоставлением Израилем гражданства репатриантам с постсоветского пространства. Представители американской администрации вновь выразили израильским партнерам обеспокоенность по поводу того, что граждане России и других стран СНГ, имеющие также израильское гражданство, используют свой паспорт, чтобы обойти антироссийские санкции. Об этом сообщают сегодня израильские СМИ. В конце минувшей недели, как стало известно, Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который вошли несколько обладателей израильского паспорта, а именно четыре гражданина Израиля. Гилат Пифлакс, Александр Вольфовиц, Станислав Вольфовиц и Игорь Зименков, а также две базирующиеся в Израиле компании – DES Defense Engineering Solutions и Texel FCG Technology. Представители американского Минфина подчеркивают, что заинтересованы в ужесточении контроля над предоставлением двойного гражданства и особенно выступают против практики гражданства в обмен на инвестиции. Неделю назад Министерство национальной безопасности США уже обратилось к еврейскому агентству Сухнут, а также к израильским властям, с запросом предоставить разъяснение по поводу процедуры выдачи израильского гражданства. Упор в запросе сделан на процесс верификации личности граждан Российской Федерации, получающих разрешение на репатриацию в Израиль. Запрос был сделан в рамках переговоров между Вашингтоном и Иерусалимом о включении Израиля в американскую программу, освобождающую от визового режима. В Вашингтоне выразили справедливые опасения, что этим маршрутом смогут воспользоваться для попадания в США российские граждане с так называемым проблематичным прошлым. Сегодня днем участники израильской спасательной миссии под кодовым названием «Оливковые ветви» вылетели в Турцию. Операция была подготовлена Армией обороны Израиля, Министерством обороны и иностранных дел. Делегация вылетела военно-транспортным самолетом ВВС с израильской авиабазы «Неватим» в Нагеве. В Турции их встречали члены первой группы, уже вылетевшей в зону землетрясения. Командующий службой тыла Израиля генерал-майор Афимий Ло, возглавлявший делегацию, поставил перед спасателями по военному конкретную цель – быстрое картографирование мест разрушений и оказание помощи в спасении людей. Параллельные члены команды готовятся к оказанию медицинской помощи людям, извлеченным из-под обломков. В делегацию, которую возглавил командир спасательного отряда, полковник Гулан Бак, входят 150 военнослужащих срочной службы и резервистов, обладающих самыми различными специальностями. Кроме того, к отряду присоединятся сотрудники пожарно-спасательной службы. В Турцию также вылетят военные медики, которые в случае необходимости будут готовы развернуть на месте полевой госпиталь. Пресс-служба армии подчеркивает, что участники спасательной миссии готовы к работе в экстремальных погодных условиях. Ночь на понедельник на юге Турции, недалеко от границы Сирии, произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой в 7,8 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1 миллиона 700 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. После первого мощного землетрясения последовали десятки повторных подземных толчков, магнитудой до 7. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции. Около полудня в центре страны произошло землетрясение магнитудой 7,7. Затем там же был зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой в 6. Землетрясение ощущалось в Ливане и Ордании, Ираке, Армении и Израиле. Сообщается об обрушении тысяч домов в четырех турецких провинциях, а также в сирийском городе Алеппо. В Газиантепе обрушилась древняя крепость. Аэропорт Хаттай на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Разрушены дороги и магистрали. МВД Турции сообщает о более чем полутора тысячах погибших. Из-под завалов на данный момент спасены уже примерно три тысячи человек. Президент Израиля Ицхагерцог позвонил сегодня президенту Турции Эрдогану, чтобы от имени народа Израиля выразить соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения. Герцог также сообщил, что в Турцию отправлены израильские спасатели, которые везут с собой все необходимое оборудование. Президент подчеркнул, что ранее переговорил с премьер-министром Бениамином Натаньягу и лидером оппозиции Яйром Лапидом, которые подчеркнули, что Израиль будет оказывать помощь Турции столько, сколько необходимо. Эрдоган поблагодарил собеседника за оказываемую его стране помощь. Кремль не желает раскрывать детали переговоров на высшем уровне, поэтому не будет ни опровергать, ни подтверждать слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент России Владимир Путин якобы давал обещание не устранять украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Кремля Песков. Официальный Кремль подтвердил факт разговора президента России и экс-премьера Израиля Беннета на тему так называемой специальной военной операции. Действительно, заявил Песков, Путин и Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог. По его словам, также они часто общались и было личное общение и телефонные переговоры. Представитель Кремля добавил, действительно, на повестке дня, помимо двусторонних отношений, была тема Украины. Собственно, не один час они посвятили обсуждению этой темы. Но мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому, подытожил Песков, я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом. Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в без малого пятичасовом интервью, отрывок из которого показал 12-й канал Израильского ТВ, поведал о том, что в ходе своего визита в Москву 5 марта прошлого года и встречи в Кремле с Путиным обсуждал ситуацию на Украине. И в частности, судьбу ее президента Владимира Зеленского. Как утверждал Беннет, Путин заверил его, что Москва не намерена физически устранять Зеленского. Отмечу также, что в своем первом за полгода официальном интервью Беннет поделился подробностями своей личной встречи с Путиным в октябре 2021 года в Сочи. По словам израильского политика, российский лидер был учтив, гостеприимен, в качестве исключения пригласил его в свои личные покои в сочинской резиденции и удивил приглашением отведать водки. По признанию Беннета, это приглашение его удивило. У него был алкоголь, а я не люблю крепкие напитки типа виски. Максимум могу выпить вина. Но вино было не кошерное, вспомнил с улыбкой Беннет, добавив, что вместе с ними на встрече присутствовал Зеев Элькин, занимавший на тот момент пост министра строительства и выполнявший на переговорах в Сочи роль переводчика. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на этой неделе планирует посетить Киев. И, как сообщают информированные источники в Израиле и в Украине, украинские власти намерены потребовать от Израиля публично осудить российское вторжение. Кроме этого, по данным, Киев попросит Иерусалим о суде в размере 500 миллионов долларов. При этом, как утверждается президент Украины Владимир Зеленский, пока не дал согласия на встречу с Эли Коэном. Однако в Израиле уверены, что встреча состоится. Израильские эксперты по отношениям между Украиной и Израилем заявляют, что никакого ультиматума Украины или требования официального Киева к Иерусалиму не существует. Эта тема во многом раздута израильскими СМИ. Что есть на самом деле, это накопившиеся и нереализованные ожидания украинского руководства от Израиля и уровня помощи еврейского государства. Здесь существует проблема, признают специалисты. С точки зрения офиса Зеленского и МИДа Украины, Израиль мог бы помогать гораздо больше, быстрее и интенсивнее, а также осуждать агрессию России более явно. А с точки зрения Израиля, он и так делает много в гуманитарной сфере и должен одновременно сохранять канал связи с Россией неразорванным. Нестуковка этих взаимных ожиданий порождает в последние месяцы нервозность двусторонних отношений. При этом Киев считает визит главы МИД Израиля Эли Коэна в Украину весьма важным. А сливы в прессу информации о якобы украинских ультиматумах перед визитом направлены на то, чтобы подтолкнуть правительство Натаньягу к более ощутимым практическим действиям в поддержку Украины. Киеву хочется, чтобы визит Али Коэна стал не просто формально протокольным, но и принес какие-то реальные плоды. Эксперты уверены, что дружественно настроенные по отношению друг к другу Израиля и Украина смогут договориться о более интенсивной кооперации, но не через выкручивание рук и не путем и движения каких-то ультимативных требований. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин